Дорогие друзья, мы возвращаемся к студии и хотелось бы представить гостя, который заветовал к нам. Это режиссер постановник Миколаевского областного театра «Лялек». Никола Пунов, приветствуем вас. Дякую, что сегодня с ранку вы разом с нами. Итак, театр «Кукол» готовит много премьер и вообще готовится встречать маленького и взрослого зрителя. Да, 1 октября мы открываем наш 46-й театральный сезон и премьерный спектакль у нас будет «Рукаречка» с такими гуцульскими мотивами. Автентика попрет. А потом в этот же день, 1 октября... Это в 11 часов? Да, в 11 часов. А 1 октября по Соборной будет карнавальное шествие, огромные наши театральные куклы. И в Каштановом сквере будет такой мини-концерт или творческая встреча актеров театра или кукол с жителями города. Карнавальное шествие. Я думаю, что абсолютно все телезрители это заинтересовало. Когда можно будет зайти на дачу, в какое время и кто может присоединиться? Тогда приходите с телефонами и снимайте. В 16 часов от магазина «Сотка» до Каштанового сквера. То есть вот так будет шествие. Шествие это будут все артисты куклы, скажем так, или еще будут какие-то гости? Ну, будут еще какие-то гости, будут какие-то поздравления, видимо. То есть театр ждет поздравления, вот так, друзья. Поэтому приходим в 16 часов на Соборную и мало того, что фотографируем, но еще и поддерживаем. К новому сезону подготовил театр новый премьерный спектакль. Ну, сказка обычная, да? Всеми знакомая, но с новым поворотом, с новым сюжетом. Но я так понимаю, что театр куклы, как всегда, будет креативить. Не будет обычный сюжет, как-то закрутится. Да, там как-то закручен сюжет. Я так понимаю, что для всех будет сюрпризом этот спектакль. Хотелось бы еще спросить, а сезон стартанет, хотел сказать, стартовал уже. И, соответственно, я так понимаю, что есть, кроме нового премьерного спектакля, есть, возможно, какие-то новые артисты, либо еще спектакли, которые готовятся? Ну, мы взяли в труппу еще одну девочку. Марина зовут, еще фамилию я не выучил. Поэтому, может, если она смотрит, я извиняюсь. Вот, она учится в Харьковском университете искусств Котляревского. Она перевелась на заочное, так как она из Николаева, поэтому у нас будет новая артистка. Ну что ж, мы продолжаем. Хотелось бы немного отойти от темы, потому что долгое время пытались выловить все-таки в эфир. Вас, чтобы поговорить о рисованных мультиках, о вышивке. Да, все-таки затронем эту тему, а потом возвратимся на тему театральную. Как вообще родилась идея по поводу мультфильма? Потому что мы так не успели пообщаться то в Киеве, то в других городах, все время где-то мастер-классы какие-то. То учитесь, то сами проводите. Ну, в общем, как бы это получилось случайно. Я был в отпуске, у меня был какой-то лимит времени. Вот что с людьми делать в свободное время. Вот, и была какая-то в голове идея, что я не видел никогда вышитых мультфильмов, было бы круто когда-нибудь. Потом я подумал, что это очень сложно. Я бы посчитал, сколько кадров нужно в секунду отснять, да, и это все вышить надо. И как-то так это все откладывал, откладывал, откладывал. Потом как-то утром проснулся, я думаю, а, сделаю. Ничего бы и нет. Ну что, три мультфильма уже вышло, а продолжение будет? Продолжение будет, наверное, но не так уж скоро. Ну, до следующего отпуска между нами. Правильно понимаю? Нет, я буду делать, у меня есть планы, но сейчас как бы основная работа. Новый сезон? Да, открытие сезона, и в планах и Новый год, и новогодний спектакль «Волшебные сны» по сказкам Козлова, «Ежик-медвежонок», и новогодняя массовка, и, ну, в общем, работы много. Я еще хотел бы, возвращаясь все-таки к театру, хотелось бы спросить, потому что, почему так затронул, понимаю, что это просто-таки нереально совмещать сколько деятельностей, но мало того, что все-таки вы готовите в театре премьеры, это новогодняя премьера, правильно? Да, ну, я уже сказал, это будут «Волшебные сны» по сказкам Козлова «Ежик и медвежонок». И еще одну проблему поднимем, это то, что театр на сегодняшний день, к сожалению, не может зарабатывать себе на новые спектакли. Эта проблема есть, потому что и в интернете многие уже обсуждают эту тему, я так понимаю, что сами театралы, то есть работники вашего театра уже поднимают эту тему везде, во всех СМИ, и мы тоже к этому пришли. Ну, в общем, Горано вроде бы и не запрещает, и в то же время, то есть, мы не имеем возможности вывозить наши спектакли по детским садам и школам, то есть, как бы... Работа осталась только... Якобы они не запрещают, но в то же время нас никто не принимает, это значит, как бы там... Вместе с тем, я знаю факт, что есть другие театры из других городов. Да, вместе с тем, вот Криворожский театр ездил по этому самому... И такой напрашивается вопрос, кому как не нам, да, тем более мы областной театр кукол, городской театр кукол, да, кому как не нам возить спектакли по... Тем более, как бы, как говорила Виктория Петровна на пресс-конференции вчера, тем более мы, ну, не академически, мы профессиональный театр кукол, у всех актеров имеются санитарные книжки. Плюс ко всему, то есть, как бы, продукт проверен, есть худсовет, то есть, в худсовете, ну, вполне уважаемые люди и профессионалы. Поэтому, то есть, как бы, за продукт нам не стыдно. А то, что ввозят там другие театры, и тем более их никто не отсматривает, ну, то есть, какую-то бумажку показали, все, а на самом деле привозят там, да, вы нам дайте там стульчик, вы нам дайте там то, вы нам дайте то, и потом из этого всего что-то там выдумывают. Да, ну, и ребенок будет смотреть, потому что какое-то действие, все остальное. Но, а что же касается, скажем, смысловой нагрузки или, скажем, эстетического, да, эстетического какого-то плана. То есть, как бы, ну, я не могу сказать, потому что я не видел, поэтому я не буду говорить, какого качества эти спектакли. Ну, вопрос, например, да, не все же могут привезти ребенка, например, там, из Октябрьского, там, да, ну, из дальних уголков. И для родителей некоторых это проблема выйти в город, там, сладковато, мороженка, пироженка, все пока, да, а потом дойти до театра, купить билеты, которые будут, конечно, порядком выше по стоимости, потому что, ну, в детских садах цена ниже, и, получается, все равно родитель будет покупать и себе, чтобы сидеть с ребенком, и ребенку. А так ребенок один, ну, как бы, платит. Ну, да, и самая главная еще проблема, это то, что все-таки театр выживает за счет этих спектаклей, потому что есть возможность... Да, то есть мы получаем эти деньги, и на эти же деньги мы ставим новые спектакли, демонтируем, там, да, покупаем материалы. И если мы не будем выезжать, то никаких новых премьер у нас не будет. То есть, как бы, и тут уже вопрос о выживании театра, и нужен ли городу театр. Если ставится так вопрос. То есть, да, и, ну, как бы, там вопрос другой еще, например, я знаю в Днепропетровске, в Днепре теперь, частично датируются театры кукол, там, два театра кукол, от города. Да, город еще выделяет какие-то деньги, там, муниципалитет, ну, вот, а мы пока сами, ну, пока управление культурой там что-то помогает. Ну, будем надеяться, что то, что поднимается этот вопрос в СМИ, на пресс-конференции поднимался, что все-таки городские власти и областные на это обратят внимание, потому что театр кукол реально это что-то уникальное в нашем городе. Больше такого нет, и терять свое, и потом приглашать из других городов нет смысла. Ну, да, и, нет, плюс ко всему, ну, как бы, есть такая штука, что, да, приходит ребенок, да, с папой, там, с мамой, да, они обговаривают потом спектакль какой-то еще что-то, ну, как бы, да, какие-то семейные, да, коммуникации, да. И, например, вылетела из головы, мысль ушла. Мысль ушла, но самая главная мысль о том, что реально нужно сохранять свое, и это место, где родители могут с детьми прийти и посмотреть спектакль, поэтому, друзья, одни наши телезрители уже имеют такую возможность, они уже получили билетики. Мы надеемся, что, несмотря на все катаклизмы, которые происходят сейчас с театром, новости золотроятся с хорошим, красивым началом, все будет замечательно, и у вас, зрителей, действительно, станет намного больше. Спасибо большое. Мы приглашаем в каждую субботу и воскресенье, а также в пятницу в 6 часов вечера, может быть, еще будет в четверг в 6 часов вечера, но так как мы не выезжаем, мы вводим, раньше у нас только суббота-воскресенье было в 11, там, или в 12, там, нужно следить. В зависимости, да. Поэтому театр кукол ждет, куклы ждут. Расширяем пока что репертуар, понимаете, что теперь и четверг, и пятница есть возможность прийти, и в субботу и воскресенье. Также еще взрослые спектакли в текущего репертуара, поэтому... Я так понимаю, что афиша уже есть, уже надо подойти посмотреть, и билеты тоже в продажу. Билеты в продажу, да. Поэтому, друзья, напоминаем еще раз, что 1 октября открывается уже сезон в театре кукол, и в 11 часов есть возможность прийти на премьерный спектакль «Рукавичка». В 16 часов будет парадный ход, карнавальный ход по Соборной, и в 16.30 театрализованные действия в Каштанке. Мы дякуем нашему гостю за то, что он заветовал сегодня в нашей студии.